Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, сейчас мы с вами прогуляемся, прогуляемся по нашему центру и понаслаждаемся всё ещё восхитительной новогодней обстановкой. Как я люблю эти огни, как я люблю красоту, как я люблю ходить по кафешкам со своим любимым человеком. Вон он ждёт меня. Итак, дорогие мои, посмотрите, какие ёлочки у нас, какие у нас ёлки в этом году. Весь город украшен ёлками во всех районах, и это не может не радость. Особенно меня восхищает вот это. Нет, ну, конечно, возле юбилейного там красавица из красавиц. Но и вот здесь, на ТРЦ фабрика, вообще изумительно украшена. Именно такая в европейском стиле изумительная ёлка. Красавица ёлочка. Как вам? Думаю, вам нравится. Мне нравится здесь прогуливаться. Очень часто мы здесь гуляем и делаем какие-то покупочки. Вы знаете, про что я хотела поговорить? Я хотела поговорить про то, как мне написала Татьяна, что она вроде верит в душу и принимает то, что я говорю, что она верующий человек, она верит в Бога, она ходит в церковь. Но она боится прямо об этом, допустим, заявлять и говорить. Как в одном из видео я сказала, там одна женщина мне написала, что она верит в душе, но она в душе-то верующая, она в душе. А знаете, что написано в Библии, я ей ответила? В Библии написано, в душе мы верим. Там чётко написано. В сердце, да, в душе, в сердце вы имеете в виду. В сердце мы верим к праведности, а устами проповедуем ко спасению. Представляете, какие слова? То есть устами надо проповедовать, потому что в сердце к праведности, но устами ко спасению. Вы же спастись хотите. Ну а раз вы хотите спастись, что ж вы боитесь? И вот мне Татьяна написала, что она боится. А вот боязливость является сегодня одной из главных проблем в теле Христова. Она мешает нам делать то, что говорит нам Бог. Просто мешает. Я не боюсь, я не стесняюсь, потому что я знаю, если я буду бояться говорить о Боге, если я буду стесняться Богу, Он постесняется меня потом. И вот это самое страшное, когда вас постесняются в тот миг, когда очень не захочется, чтобы стеснялись. И глядя на всю красоту, которая вокруг меня, глядя на всё, что Господь Бог приготовил для меня, а это всё приготовлено для меня, для радости моих глаз, созданы те руки, которые создали вот эту красоту. Для радости моих глаз эти дизайнеры устроили вот так вот, чтобы я остановилась, замерла и насладилась, и получила максимум удовольствия от созерцания такой красоты. Вот от этой всей красоты, от этих всех мигающих огоньков, от этого окружающего такого вот вдохновения, от необычайной такой в сердце радости, от всего мы получаем такое вот, такое уравнение, которое равна счастливая жизнь. Но если те, кто это замечает, и мы не боимся говорить спасибо Богу, Господи, спасибо Тебе за эту прогулку, спасибо Тебе за эту красоту, спасибо Тебе за это наслаждение находиться здесь и сейчас в мирном состоянии, в благословенном состоянии. Вот когда мы это произносим, когда мы это проповедуем, когда это слышат окружающие нас, когда мы этим заражаем, мы заражаем на жизнь, именно на жизнь, потому что мы включаем людям программу ни в коем случае не делать зло. Поскольку вот эта наша коротенькая жизнь не есть конец, вообще не есть конец, что продолжение следует, и продолжение следует еще более лучше, еще более благословенно, но нужно достойно пройти вот эту часть жизни под названием земля, вот эту программу, запрограммированную для нас Господом Богом, причем без боязни. Я знаю, что вместо того, чтобы просто слушаться Божьего Слова, для того, чтобы его слушаться, его нужно открывать, прочитывать и пропитывать себя им. Но вот для того, чтобы слушаться, многие начинают задавать вопросы, что обо мне подумают люди, если я это сделаю, если я начну проповедовать и говорить об этом, что если я начну верить в процветание и разорюсь, как насчет этого Бог, как я буду после этого выглядеть. Если вы когда-либо думали подобным образом, то вот что я вам скажу. Не важно, как вы выглядите, важно ваше послушание Богу. Послушание состоит в том, чтобы в сердце верить, но и устами проповедовать. Но кроме того, вера, обязательно наша вера должна быть подкреплена, обязательно должна быть подкреплена нашими делами, потому что написано в Библии «Вера без дел мертва». И я рассказывала за этот алгоритм «Сердце, уста, дела». Простой алгоритм. Три шага. В сердце распахнули объятия Богу, дальше устами и дальше делами подтверждаем. Всё. Всего лишь. Важно ваше послушание Богу. Когда дело касается послушания Богу, ваша собственная репутация уже не имеет никакого значения. И чем быстрее вы о ней забудете, тем будет лучше для вас. Но знаете, что самое смешное? Как только вы сделаете это, ваша репутация станет лучше. Вот странная вещь. Когда у вас пропадает желание защищать свой имидж, тогда ваш имидж становится лучше. Почему? Потому что в таком случае люди, глядя на вас, вместо того крошечного образа, который вы сами пытаетесь создать для себя, будут видеть образ Господа, проявляющийся через вас. Вот проявляйте образ Господа через себя. Проявляйте собой, своей семьёй. Да, ошибки бывают. У всех ошибки бывают. Мы ведь живые люди, правильно? Мы живые люди. Где-то мы ошибаемся по отношению, там, я не знаю, к друзьям, к соседям, ещё кому-то. Мы же живые люди. Но и прощения бывают. Мы прощаем. Но собой отображаем. Многие перешёптываются, например, говорят соседи. Ой, она верующая, она там сектант, или она ещё что-то. На самом деле ерунда всё это. Не обращайте на это внимания. Они ещё до этого не дошли. Они ещё не могут поверить по-настоящему. Они ещё не распахнули свои объятия Богу. Они только пытаются. Но когда они слушают меня, люди, когда слушают меня, через видео, вот эти обращения, они больше, больше открываются Богу. И Бог принимает их, как своих детей. Он принимает их. Так что пусть вас видят образ Бога. И пусть он проявляется через вас. Так что отложите в сторону вот эту старую боязливость, которая идёт от сатаны, между прочим. Бояться Бога не надо. Вы бойтесь людей. Вы остерегайтесь их и удаляйтесь от зла, как пишет Библия. Как Библия нам говорит. Удаляйтесь от зла. Удаляйтесь. Никогда не идите на рожон. Никогда. А вот Божьего, Божьего не бойтесь. К Божьему стремитесь. К Божьему идите. К Божьему бегите. Просто бегите. Так что перестаньте быть вводимыми страхом и начните быть вводимыми верой в то, что может сделать Иисус. В конце концов, Он пообещал, что Он никогда не оставит и не покинет вас. Вот поймите это. Поверьте в это. Поступайте на основании этого, как только вы начнете так поступать, то увидите, что вам на самом деле совершенно нечего бояться. Вообще нечего бояться. Вот поэтому, дорогие мои, я в Боге. И я ничего не боюсь. Потому что я знаю, что провозглашать каждый день, чтобы никакая мразь не приблизилась к дому твоему, к жизни твоей. Ничего. Придёт время, и мы уйдём. У каждого свой час. Но самое главное – прийти в этот час. Не допускайте до себя зла. Удаляйтесь от зла. И не бойтесь. Не бойтесь проповедовать Бога. Проповедуйте Его своим родным, близким, детям, братьям, сёстрам, соседям. Проповедуйте, открывайте. Но для того, чтобы это делать, сами впитывайте Священное Писание. Обязательно питайте себя. Душу свою питайте. Не только физическое тело питать надо, но и душу. Здоровья вам, благословения, всего вам самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»